Когда у нас опять же пошел вопрос об уменьшении калибра и 7.62 на 39 и поменять на 5.45 на 39, считалось, что меньший калибр это большее количество боеприпасов, которые солдат будет с собой носить и выше скорость пули. Поэтому поменяли АК-74, ориентировочно точно не помню уже, поменяли, появился АК-74 с калибром 5.45. Вот АК-СУ это уже его колонну, можно сказать, детеныш с укороченным стволом. Потому что если это оружие, личное оружие солдата, которым ведет боевые действия, то АК-СУ он был предназначен для ведения, скорее, самозащиты. Они были для механиков-водителей, то есть он воюет пушкой, воюет танком своим, да, или водитель там чего-нибудь. Но у него все равно должно быть личное оружие. Пистолет ему слишком мал по мощности, по огневой, количество патронов малое, автомат слишком велик. Да, сделали промежуточный небольшой автомат, вот сохранил в себе все преимущества автомата, да, и малые размеры, он становится очень маленький, удобненький. Очень многие его сучкой называют и не любят. Говорят, что очень плохой, ствол нагревается, начинает плеваться пульками, очень кучность уменьшается, все. Но мы, они прежде всего забывают, что он не предназначен для ведения боя, вообще, вы скажете, это самозащита. А ты никогда не будешь стрелять длинными очередями и по 5, 10, 20 магазинов. То есть разница, да, этим можно, а этот больше для самозащиты. Опять же, все наши летчики, да, они опять берут с собой либо к ИСУ, либо пистолет из Течкина. Вы помните, погиб в Сирии летчик, когда подорвал себя гранатой, вот он как раз был вооружен автоматическим пистолетом Стечкина, расстрелял их, после этого подорвал гранаты сами. Если бы у него был к ИСУ, он бы гораздо дольше плывал. Ну, Стечкин это особая история, Стечкин это мечта для многих. Продолжение следует...